Те, кто выйдет сегодня на эту сцену, не ослепят софиты. В зале в какой-то веке не аншлаг, зрителей только шестеро. Но проявить себя все равно нужно по максимуму. В помощь лишь рояль и оркестр. Чем будут поражать жюри, пришедшие на кастинг выбирали сами. У каждого в распоряжении примерно пять минут. В программе две арии с классикой. Причем желательно их не только спеть, но и сыграть. Критерий для отбора певцов, для участия в спектаклях нашего театра один – это талант. Талант, как говорил Рассини, складывается из трех вещей. Это голос, голос и еще раз голос. Конечно, для современного певца оперного необходима еще и внешность, и музыкальное образование, и общая культура. Участников кастинга чуть больше 20, но география обширна. В списке России, Украины и даже Европы. Ибраим Муслимов из Киева – гость не самый дальний и не самый старый. На дипломе консерватории 2010 год. Послужен в списке солиста камерного хора Украины. Уже десятки стран и сцен, но перспектива петь в Казанском театре Мусы Джалиля – заманчиво. Я очень много хорошего слышал об этом театре, ну и вот решил попробовать сюда приехать прослушаться. Молодых, талантливых и перспективных. В столичном театре оперы и балета выбирают дважды в год. Помимо этого на электронный адрес театра чуть ли не ежедневно приходят фонограммы, резюме и письма. С текстом «Меня возьмите». Может быть не в главных партиях, может быть в ролях второго плана. Но я думаю, что будут хорошие голоса уже из того, что я послушала. Какие-то есть положительные впечатления. Думаю, что найдутся такие, которые будут выступать на сцене нашего театра. Сегодняшний кастинг все равно, что хороший гала-концерт. Моцарт, Верди, Чайковский. Но чаще всего, пожалуй, звучит безе. В следующем сезоне «Казанца» снова ждет премьера долгожданная «Хармен». Маргарита Петрова, Александр Сергеев, телеканал «Татарстан», Новый Век.